Субботин Рома в эфире, и сегодня мы посмотрим новый канал по страшным историям. Называется он Dark Feel. Видео называется Нечисть в посёлке. Давайте посмотрим, насколько это страшно. И если это видео соберёт прям много лайков, то я продолжу смотреть этот канал, потому что меня он заинтересовал. Поехали! Поделюсь с вами своей историей. Опа. Так, кажется, начинаются все страшилки от первого лица. Ну, голос уже сразу похож на котика. Было это год назад в одном посёлке Ашинского района в Челябинской области. А, тут уже, знаете, тут уже с реальными локациями Ашинский район, Челябинская область, я понял. Название посёлка я не стану говорить, дабы любопытствующие не тревожили мёртвых. На судьбу самих любопытствующих мне плевать. Нифига ты загнул, братан, ну давай! Я неплохо подзаработал на Путине, хватило на новый крузак. Вдобавок, насолил 20 килограммов камчатской икры для себя любимого. Неплохо. Вот и решил поделиться с бабушкой. При выходе из дома, прямо в подъезде, мне перебежал дорогу чёрный кот. Ну да. Потом начал ластиться, словно уговаривал остаться. Ну всё, это, это прям сразу сходу нам дают мистику, чёрный кот, бам, с локтя. Я погладил его и почесал за ушком, хоть и бездомный, а всё же живая душа. Так. По приезде надо будет его зап... Я вообще в эти приметы с чёрными котами вообще не верю. Мне миллион раз перебегали чёрные коты и кошки дорогу и чё-нибудь происходило. Главное в это не верить. Либо верить, как вы считаете. Брать, мелькнула мысль. А то ж помрёт, бедолага. На выходе будущая жена прогревала наш новенький автомобиль. Я вспомнил, что забыл на выходе паспорт. Бросив в просторный багажник чемодан с икрой и вещами, я вернулся в квартиру. Взял документы на тумбочке, снова закрыл дверь и с лёгким сердцем отправился вниз. На одном из светофоров дорогу перешла тётка с пластмассовыми вёдрами красного цвета. А на следующем, прямо перед нами остановилась чёрная машина с номером 666. То баба с пустыми вёдрами, то вон тачка с таким номером. Фига, номер дорогой, мне кажется, и миллиард рублей стоит. Пошутила Юля. Ага, а ещё чёрный кот в подъезде. Я лениво закурил. Ах, да, я ж ещё возвращался. Ты, мать, больше в приметы вери. До аэропорта добрались без приключений. Типло попрощались. Уже находясь в Уфе, я узнал, что электрички в Челябинскую область давно отменили. И добираться только на автобусе. Да. Электричку в Челябинскую область... Отменили? Это правда или это просто в истории так? Добравшись сначала до нужной мне станции, а потом с заводским автобусом до посёлка, я вдохнул аромата детства. Бабушка встретила меня тепло. Вечером весь посёлок собрался на икру. Только мы смотрели историю про посёлок предыдущий, про у котика бегемотика, и здесь опять посёлок, опять деревня. Почему вся нечисть в деревне, в посёлке? Почему не в Москве, на Тверской, например? Бабка у меня была щедрая, не куркульничала. И если внук присылал что-нибудь с далёкой Камчатки, непременно угощала всех соседей. В прошлом коммунистка, а теперь она вела домашнее хозяйство, вечерами вязала. В её доме не было ни единой иконы. О, нифига себе, вот это редкость. Офигеть. На станцию или в город на старой дедовской Ниве. Левый руль, штука непривычная, но всё же привыкнуть легко. Две недели отдыха в глуши, что может быть лучше? Но... На вторую ночь я услышал шорох в сенях. Бабушка спала в... Это свинтоц! В комнатке, отгороженной шкафом, дед уже как два года помер. Я на всякий случай взял кочергу и пошёл проверить запоры. Это дед! Всё было на своих местах. Успокоившись, я вышел на крыльцо и закурил. Взял ковш и зачерпнул из ведра молока, как в детстве. Чёрт, скисло. И вот знаете, ребят, я не люблю молоко, ну вообще не пью молоко, но вот когда я в деревне был недавно, вот летом, мне вот именно, знаете, деревенское молоко мне больше вкатывает. То есть оно вообще другое по вкусу, и с ним можно фигачить кофе, можно фигачить всякие там хлопья и так далее. Оно как-то, знаете, у него вкус даже не молока. То есть оно вот, оно отличается, и мне больше нравится прямо деревенское молоко. Однако странно. Хотя молоко я вообще не пью. Ну тут вот если из магазина брать. Я же сам доил корову вечером по старой памяти, а молоко ссаживал именно в это ведро. Так. Внучок, дай бабушке папиросок своих, фирменных. Нифига себе! Нормально. Я вздрогнул от бабкиного голоса. Чё не спится-то, бабуль? Да дед, алкаш окаянный, снился. Соскучился, говорит. А я ему, чё ж, мне теперь ичи помирать, что ли? А, так это всё-таки дед был. Это дед был в шорохе, в саду это был дед. Соскучился он, видите ли. Всё за собой звал, упрашивал, а от самого дерьмом каким-то воняет. Аж глаза режет. А ты чего не спишь? Я сослался на смену поясов, хотя стало слегка не по себе. Утром я погнал зорьку в стадо и услышал разговоры. Не у нас одних, оказывается, молоко скисло. Да ладно, тётя Маш, ну скисло и скисло. Успокаивал я соседку. Творога наделайте. У нас вон тоже свернулось. Блин, обожаю творог. Обожаю кефир, йогурт, творог, вот тут все кисломолочные продукты. Я просто квашу с утра напился. Во всём надо находить хорошее. Да. А, просто квашу ещё. Андрюшка, молоко скисает, когда рядом нечисть бродит. А это... Ты идиот? Чё это такое? Я тупо отдыхаю, сижу, а здесь на меня эта херня смотрит. Тапка твоя нехрест, нехрастимый помрёт. А у тебя ж вон крестик на груди. Просвещенный человек должен быть. Здесь мне стало, мягко говоря, интересно. Низ живота сжало, а чуть пониже спины невыносимо засвербило. Какое-то дерьмо происходит. А на этом месте поподробнее, пожалуйста. Оооо! Вот если дед покойный бабку навещает. Так это чупакабра получается. Что ж, тоже скисает. Если дед, то нет. А вот ежели черти сон насылают, то запросто. Мне вон нынче Тимошку гады подсунули. Чё за картинки страшные? Дескать, айда ко мне. А лицо страшное, синее такое. Тимофей, это внук тёти Маши, утонул семь дней назад. Долго его искали, нашли распухшего. Лицо, раки обладали. Лаза выпучены. Ладно, тёть Маш, байки травить. Вон уже Колька идёт. Ща ему передадим бурёнок, да и в город ехать надо. Вам купить что-нибудь? Тётя Маша так и не ответила. Николай, мужичок лет сорока, был непривычно трезв, одет в новые джинсы и красивую рубашку. Колька, ты чё это в стадо, как жених вырядился? А льночку мою в жёны приглядел? Тётя Маша указала на чёрную корову. Да нет. Он радостно улыбнулся. Настя моя ночью приходила. Знаете, такой деревенский вайп? Деревенский чил такой вот прям. Он рассказывает истории и как будто реально там всё это. Я как будто там нахожусь. Прикольное чувство. Сначала решил, что Белочка, она же повесилась у меня. А нет. Гладит по руке, успокаивает. Говорит, сегодня снова приду и уже не расстанемся. Эх, дурак я был, что к Лёшке ревновал. Не было у них ничего. Только бабу попрёками загубил. И я... Подожди, он на девушке сейчас? Сделал к тёте Маше предостерегающий жест. Калюнь, пойдём в сторону, разговор есть. Мы отошли на два метра. Тут ночью не тебе одному мерещилось. Так что ты это, шибко не надейся, а лучше помолись перед сном. Я... Что бы я сделал на этом месте, я бы просто свалил из этой деревни уже. Конец. Чё происходит? Блин, вот эти вот молитвы... То как бы реально не попасть на ковёр к апостолу Петру. Молодой ты, Андрюха, жизни не ведаешь. Да, конечно. Любил я её, да вот и сгубил упрёками и от чужих пересудов не спас. Теперьича уже не отдам, хоть бы и сам помер. Я не стал уговаривать пастуха. Дело его, да и скорее всего, вся эта чертовщина бабьи домысла. В городе, помимо магазинов, я посетил местную церковь, от которой остался один этаж. Сам не зная зачем, набрал святой воды две полторашки. Мне напоминает вей, вей. Ночью, типа, придёт всякая нечисть будет и ты, короче, будешь чертить кружок этим, как это, штука этой мелом, не? Потом заехал на станцию. По просьбе матери забрал со школы соседскую дочку и поехал обратно. Полинка, бойкая девочка, лет 12, всю дорогу молчала, а потом спросила, дядя Андрей, а на Камчатске демоны есть? Я малость удивился от такого вопроса. Какие демоны? Демоны, Полин, в аду водятся, а существование ада научно никем не доказано. Да и к нам без пентаграммы они не заходят, если верить фильмам. Нет, демоны есть. К нам вчера приходил, мы с мамой думали... чё за... ё... б... э... э... мучиться будет, мучиться будет, прямо в ад с волочом. И я всё ещё надеялся на детские выдумки. За шоу? Мой мозг не принимал черти и нечисти, но чтобы успокоить девочку, я дал ей одну полторашку святой воды и сказал, на, вот тебе оружие против любых демонов. Как брызнешь на них, все разбегутся. Кстати, святая вода, реальное оружие, можно просто побрызгать. Либо, сколько, чё там, чеснок на дети, не знаю, или это, нет, это от вампиров, наверное, я не знаю. Вечером в посёлке отключили свет. В свете сумерек все утренние рассказы уже не казались такими невинными. Я достал из машины бутылку, взял из складовки гвоздь и молоток. Ты чего это на ночь глядя чинить вздумал? Спать бы ложился. А я, бабуль, в войнушку хочу поиграть, водичкой побрызгаться. Я пробил в пробке от святой воды аккуратное отверстие. С наступлением полуночи по спине пробежал холодок. Через пару минут на околице засмеялись совы. Нет, не просто заухали, а именно засмеялись. Где-то зашелестел ветер. Надсадно замычала зорька. Мне стыдно было предлагать бабушке сесть в машину и валить на станцию. Да и дом оставлять посреди ночи как-то неправильно. В сене деликатно постучали. Мы даже не шевелились. Стук усиливался. Демон! Я покрепче ухватился за бутылку святой воды. В окна начали отчаянно долбить сразу в четыре кулака. Бля... Вот это реально крипово. Бабуль, а кроме деда с нашего дома здесь кто-нибудь умирал? А как же? Мои братья, сестра, мать... А-а-а! Ну понятно! Здравствуйте! Отец только на войне погиб. А так все здесь лежат. На кладбище нашем. Я вздрогнул от звона стекла. Меня удивило спокойствие бабушки. Лишь через месяц я понял, что это был шок. Резко обернувшись я нажал на бутылку и струйка воды попала в глаз обтрепанному мужчине. Упав за окно он зашипел. Что ж ты, сестрица, племяшку моего не воспитала. Так гостей встречать надо. А-а-а! Ну что? 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 Фу! Дубовая дверь рухнула в сене. Я схватил пожилую женщину за рукав и потащил к выходу. Будем прорываться с боем рисунья. Чего? Там реально война сейчас просто мстители финал. Обильно сбрызнув святой водой в сене я увидел отшатнувшегося деда. Андрюшка, ты чего? Совсем очумел? Больно же? Бежим! Мой голос сорвался на виск. Отче наш иже еси на небеси. Мы выскочили во двор. Я же мурашки пошли. В поселке открывались все двери. Слышались радостные крики тех, кто еще не понял, к чему ведет встреча с покойником. Крики ужаса осознавших. Где-то разбилось очередное стекло. Я кинул оцепеневшую бабушку на сиденье, облил ниву святой водой, сел на соседнее сиденье и завел мотор. Все это время я отчаянно кричал отче наш. В свете фар показалось детское девочек. Ты думаешь тебе это поможет? девочка бежавшая к дому с бутылкой в руке. Я выскочил с остатками воды. Быстро прыгай! Прыгай назад! Рукой я указал на машину. Пока девочка пыталась залезть на соседнее сиденье, я проклинал трехдверные машины. Покойнички обступали нас со всех сторон. Блин, подожди, либо тебе это снится, блин, подожди, вы прям знаете, тут прям true страшилка, true страшная история, прям настоящая. Вообще никакого реализма нет на самом деле, просто, ну, просто по приколу можно посмотреть. На дороге показался трехметровый мохнатый мужик с кучей зубов, копытами и рогами. Это похоже на дум. Это уровень дум. Куда пошла тварь? А мамка та твоя уже у нас. Что ты сказал про мою маму? Так вот, какие совы ухали за околицей. Полина завизжало, но смогла протиснуться назад. Я прыгнул за руль, и мы помчались. Черт мчался за нами, девочка визжала, как поросенок, а бабка подвывала. Я пытался бибиканьем и криками господи помилуй, хоть как-то остепенить усопших я просто представляю себе эту картину едет тачка по полю обритой святой водой оттуда крики сзади бежит черт вот так вот знаешь как кепард просто за ними а этот орёт отче наш просто господи по спаси помилуй последнего дома один николай было тихо сам пастух сидел в джинсах и рубашки и щекотал усами молодую женщину он приветливо помахал мне рукой а настя молодая и красивая какой я помнил ее до смерти мне подмигнула дальше мы мчались по ухабам со скоростью километров 60 демон от нас не отставал но прибавить я не мог знаете еще плюс этого канала типа вот как знаете как форсаж просто смотришь для удовольствия то есть ты не вдумываешься происходит типа ты представляешься в голове легкая картинка легкая страшилка страшные истории то есть без всякого знаете такого глубокого подсмысла как например у кота то есть просто посмотреть прикольно ну чё ребят соберем лайки бустать еще на лесной дороге я думал колесами в колею и все больно да и него больше не выжмет бабушка перестала выть прикрыла глаза а потом вцепилась ногтями мне в руку замолчи гаденыш не молись бабуля милая пусти больно что я не понимал что с ней происходит я бы не смог причинить вреда любимой бабушки поэтому просто просил пусти христа ради она с мерзкими матами выпустила руку и зашипела вдруг лицо ее разгладилась а сама бабушка обмякла на сиденье типа что подожди в нее демон типа вселился в этом плане что ли с ее головы стекала вода оглянувшись назад я увидел полину выпустившую из рук пустую бутылку демон постепенно отстал дальше помню как заносил в городское отделение скорой помощи бесчувственную бабушку как врач осмотрев ее сочувственно покачал головой и выписал справку о смерти сердечный приступ я купил два стакана кофе и сел в машину полина посмотрела на меня стеклянным взглядом ее не спасла дядя андрей я ее не спасла прям резко то грустно становится там даже непривычно знаете у меня была вода я забрала воду я ничего не сказала маме я боялась думала засмеет я не ложилась спать не раздевалась я не хотела засыпать понимаете я на минуту отключилась слышу кричит выскочила как есть она показала на ночнушку в руках была бутылка будет так быстро рассказывать и не понимаю не понимаю блин тут одновременно легко и сложно понять что зачем идет а мама нет и этот смеется мамы больше нет она на крючих в аду я ее не спасла господи когда она пошла по третьему кругу я дал две пощечины чтобы прекратить истерику потом успокаивающе гладил по голове в ту ночь мы спали в машине потом были допросы выяснилось что по нашему отъезду деревня сгорела и я сказал что бабушке стало плохо а полину обнаружил в лесу в одной ночнушке полине я сказал что должна говорить она по нашей версии она вышла вечером погулять и заблудилась а мне некогда было везти ее домой и мы вместе поехали в больницу были массовые похороны всего приехала человек 40 знаете это как будто какая-то огромная история у бегемота состоящие из 10 частей только в одном видео у меня у меня такие вот эмоции там на похоронах я узнал что тело коли так и не нашли обезображенный труп матери девочки лежал под кроватью и еще я узнал что мать полины была детдомовская отца не было вовсе после оформления всех документов я забрал девочку с собой усыновил а у дочери оброжденная о том что у нас будет двое встречала нас в воротах елизовского аэропорта она сказала что я стал седым но она все равно меня любит то я тут еще и любовная история полина регулярно кричим во сне юли мы ничего не рассказывали да она и не спрашивала зато с удовольствием ходит вместе с нами в храм по воскресеньям и не спорит когда мы приносим по три полторашки святой воды у меня такие смешанные эмоции знаете в начале вот так вот идет в начале такое же начало какие у всех остальных людей которые расскажут страшные истории а потом просто экшен за экшен начинается и я я человек который к этому ну давно такие истории здесь смотрел мне нужно к этому привыкать просто не забудьте влепите лайк для продолжения и подписаться на канал чтобы не пропустить новые видео не прощаюсь с вами увидимся а и и и и и и